Ник, что, вы поднятили? А что там написано? Они, наверное, видят нас. Конечно, видят. Седьмое ноября. Сегодня не праздник? Нет, сегодня не праздник. Пятница. Пятница. А они работают в пятницу будут? Написано у нас. Должны. Нет, мне вот туда познакомиться с материалами. Проверки. А что, будешь день подготовиться, чтобы тебе... Что твои дела? Они не ожидали, что они священники? Ты в Кольске вчера работал? Да, ну конечно. Конечно. Все в Кольске все участвовали. Видео посмотрел, я это задолжил. Ну конечно. Три заявления по уголовным путям ушло на термалайв. Отлично. А его сегодня нет. Ну, пятница может быть. А его для меня никогда нет. А, он, наверное, видит там тебя сразу на замочек, на ключик. Что у тебя с дверью? Сколько в сторонке? В сторонке. Слушай-ка, там что-то ты говорил, что это, как Антон приедет, надо посмотреть эту дверь, что-то, может, может... Полезно. Она и вот так выгнута, и вот так вот. Все петли, все уничтожено. А. Они не взломали дверь, они уничтожили. А, ну, наверное... Вместе с коробкой... Сейчас там ничего не сделают. Там ничего не сделают. Там ничего не сделают. Вот это металлолом. Вот на металлолом ее можно сдать, денежку получить. Ремонтировать. Вот сколько ремонтируют на двери, вот другие оставят, да? Вот сколько у людей. Кого ремонт проходит? Ремонт. Ремонт. Интересный детский пляж. По 4 с вами. Каждаточка, сморая погоды. А пойдем к Космолову зайдем. В конце сидим. А? Нет, я вообще никуда не сходил. Я пришел. Вот здесь столбство. Я туда сел. Мне дали документ, запретили фотосъемку. Я сижу читаю. Уже половину прочитал. И Ермолаев приходил руководить. Ага. И следователь, который отказной написал. И они приходили, постоянно меня дергали. Типа, мы вам запрещаем, запрещаем. Нельзя. Не мешайте. Ну, я ему говорю, вы нарушайте мою право защиты. Они взяли наряд. Три наряды полиции вызвали. Журналистов. Кто это? Интерновость или кто? Какая? Журналист. Гончай. Евгений Николаевич. И оператор. В такой камере на плече. Слышок. Здравствуйте. Ознакомите? У меня материалов нет. Он гостью служит. Я снова в Дмитрия Георгии. Что, обратно вернулся? Он же в производстве так-то был. Там, милый в конце. Ставь, вы не заметили, который листочек... Снова отменили? Ну, вы вчера были в этот же листочек. Так я не успел ознакомиться. Вы же видели, что было... Вы же там смотрели, что листочек прикреплен, постановление делал. В конце сам? Да. У меня только до половины дошло? Самый последний. Ну, мы его и так вот осматриваем. Нет, я смотрю его количество тренировок. Я открываю листочек, который был при культуре, то есть постановление. Сейчас что делать? Как ознакомиться с материалом дела? У меня нет вашего материала. Либо следователем спросите, куда он будет идти. Здравствуйте. Подскажите, я хочу снова ознакомиться с материалами дела. Проверить. С материалами поездки. У вас мало? Что, опять заявление писать? А? Ну, в принципе, когда материал поездки, с ними не надо. Мы даем законность, когда приняты решения ребенка. Кто принимает решение? С фокусом. То есть к нему обращаться? Да. Здравствуйте. Я не разрешал он заходить. Я не разрешал он заходить. Хорошо, я выйду. Мне не нужно ваше разрешение, чтобы зайти к вам, понимаете? Спрашивайте. Все, претензии сняты? Спрашивайте. Я хочу на то есть материалами дела. С материалом проверки. Снова? Какого? Как какого? 400, номер 400, вчера, который мне давали. Он в производстве находится, не получится ознакомиться. Что значит производство? Для вафканцы отправили? Нет, в производстве, значит, в производстве. Когда я себе могу ознакомиться? Когда будет принято решение. Кем? Следовательно. Вами? Да. Ну, я ничего не понимаю, вы принимаете решение, давайте. Я почему ознакомиться? Все. Что все? Разговор кончен. В смысле? Вы отказываете мне в ознакомлении с материалами? В смысле? У меня следственное действие проводится. Я вам писал заявление. Вот, заявление. Прости, когда будет закончено? Я вам писал заявление. Антон, задай вопрос, когда будет закончено. Объяснение следственное действие проводится. А когда будет закончено? Вы с какой цели пришли? С материалом проверку. Объяснение следственное действие проводится. Я сейчас занял. Так. Вы пришли только для этого? Да. Еще возьмем проверку. Вчера же выиграли. Я понял. Сейчас почему не дает. Я уже сказал по поводу этого материала. Это все вопросы? В принципе, да. Вы нас выгоняете? Вы нас выгоняете? Сроки в порядке установленного. Вы нас выгоняете? А вы кто? Я в один пилот. Вы по-моему вопросу пришли? Да, кто не нужен. Это мои представители законные. В смысле законные? Законы представители, если только у них не способны, чем у них совершенно нет. Мои правозащитники. Есть проспорт представителей. У вас, приночаясь, по поводу нас, есть документы. У вас полномочий в отношении нас. Вы нас выгоняете? Словно, никак. Еще какие-то вопросы есть? Вы нас выгоняете? Да, вопрос, почему вы нас не ознакомливаете? Вчера давали, сегодня в отношении нас. Вам как, выразить недоверие? Полное недоверие? С отстранением от должности? Я говорю еще раз, вы не понимаете, с кем разговариваете. У руководства по нашему поводу есть документация. Дайте адекватный ответ, когда можно ознакомиться с материалом проверки. А письменный можете отказ дать? Письменный отказ дайте, пожалуйста. В течение недели, двух, трех. Просто письменный, дайте. Озвучки, мы же это как-то сможем. А вы зачем? Вы самостоятельно покинете? Скажите, а начальник у вас здесь есть? Вы самостоятельно покинете? А вы что, на полицию вызываете? Да, конечно. Зачем? Для того, чтобы покинули. С чем вы покинули? С какой целью вы здесь находитесь? Я же вам пояснил. Вот заявление. Ознакомиться с материалом проверки. Я объяснил вам, что следственный комитет осмолил следователя. Так вы не объясняете, когда я могу ознакомиться? Можно познакомиться. Вчера вы пояснили, позавчера точнее. Начальник где находится? Вот этот кабинет, он закрыт. Спроси, можно его на действие? В Денису Васильевичу пошел. Это зам начальника. Денису Васильевич, нас осмолок выгоняет из здания. Это что творится? Режимный объект вообще-то. Ну что режимный объект? Я пришел по заявлению, ознакомиться с материалом проверки. Он не может... Вы вам объясните, что материалом проверки находится? Он не называет дату, когда и где я могу ознакомиться с материалом проверки. После того, как вы, если будет принято решение о подсказе возбуждения нового дела, придете и ознакомитесь, чтобы его обжаловать. У вас будет такая возможность. И что, вы опять наряд вызовете? Зачем? Вчера же вызвали. Вчера я не знаю, кто вызвал. Какие? Нет, в отрече. В настоящее время не принято решение по уголовным объектом. Соответственно... Технику, берите. Здесь нельзя ее использовать. Здесь нельзя ее использовать. Почему? На каком основании? Потому что... Это режимный объект. Это режимный объект. Здесь следственные действия проводятся. Вы не имеете права заходить в кабинет. До этого вам было это разъяснено. Почему? Следственные действия проводятся. Вот человек сидит, проводит следственные действия. Выйдите из кабинета, пожалуйста. Выйдите из кабинета. Давайте я вам объясню. Да, я лично. Вы извините, я вам разговариваю человеком, вы вмешаетесь. На сегодняшний день проводятся проверки. На единомендую решение. Соответственно, может быть у нас принято три решения. Я понимаю, я не понимаю. Отказанного возбуждения в данном деле, или на последствиях. Если будет принято одно из решений, которое у вас не устроит, и вы разрешите его обжалован, вы подойдете и разнакомитесь с делом, будете обжаловать их решение. На сегодняшний день вам обжалован. Решение принято по материалу, и на ознакомление нам предоставлять вам нечего. Так у меня уже третий раз принято решение об отказе в данном уголовном деле. Последнее в октябре, 22 октября. Ну, соответственно, посчитали неполным... А это уже который раз, четвертый или пятый раз вы возобновляете? Сколько раз там возобновляется, будет проведена проверка. Подождите, я пришел на нескандал, мне просто нужно знать, когда я смогу ознакомиться с материалами проверки. После того, как вы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Я не говорю о том, что будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А может быть, когда будет принято решение, да? Ну, то есть, соответственно, если будет возбуждено уголовное дело, то уже в ракуре уголовного кодекса как положено предъявшему ознакомиться с материалами. А когда это примерно будет? Какие сроки? 30 суток. С сегодняшнего дня? Или со вчерашнего? Когда оно поступило в производство? Да, оно поступило в производство. можно уточнить когда это у следователя а у вас нет информации на компьютере получается сейчас вообще никакой возможности ознакомиться на это получается первый том если дело будет возбудено соответственно у вас материал у лиц которых в отношении которого будет построен этот материал то есть соответственно равноправие не будет их посмотрите здесь все понял мне сказали секретариате что это только первый дом из трех то есть еще два отказа и спрятали время эти материалы тоже в процессе находится а у кого узнать не может они соединены в одно окра кто по тем делам скидывать дело в том что я писал заявление на знакомение со всеми материалами а мне предоставили только первый только следователя основу я бы чуть другими знакомиться они опять в процессе спи и говорят сколько через 30 суток когда виничном постановлении об откровении я с другими командами хочу возникнуть раз этот протест прошел проговорили еще 2 тома а когда они по производству поступили насколько я знаю там еще какой-то щиплецов что или как-то щипло у нас он был шлицовки такое потому что органы как не по неравниям народное порицание а вот на недоверие значит после к стране это что там я не знаю Я все пиво знаю. Подождите, мне нужно знать, когда я смогу ознакомиться. Вы же написали уже дневник? Да. Вы подписали на это, где же приходили, когда знакомились с контролем. Пятый отчество, откуда вчера? Владимир Петрович, наш обращенный, не хочет, рассмотреть. Он Ермолай, да? И что, третий день ждать пока он рассмотрит? Ну, как рассмотрит, так и будет. Фамилия, имя, отчество бери, я же будем делать, если это значит. А что ему, Ермолай? Нет, кто не отвечает, кто не дает информацию. Ермолай? Да кто Ермолай? Да кто Ермолай? Все. Все пошли. Вот такая у вас работа. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok